МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите обратную связь, проект канала ОРТ, который позволяет вам, зрителям и нам, журналистам, получить ответы на самые острые, важные и сложные вопросы. Сегодня снова говорим о самых резонансных убийствах, которые произошли в Гае и Орске. И, главное, пытаемся понять, почему пока в обычных квартирах людей бьют, режут и душат, соседи ничего не слышат и не видят. Или не хотят. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить, задать свой вопрос или высказать мнение. Номер прямого эфира 8 800 257 01. Кроме того, мы хотели бы прямо сейчас, в начале эфира, начать опрос, результаты которого мы подведем в конце нашей программы. На самом деле, мы сегодня сформулировали вопрос следующим образом. Почему мы не приходим на помощь другим? Вариант ответа. Первый вариант. Вмешиваться страшно, то есть боимся за себя, мало ли, как это обернется. Вариант ответа второй. Можно ошибиться, то есть можно принять неправильно оценить то, что видишь или слышишь. Вариант ответа третий. Другие люди меня вообще не волнуют. Вариант ответа четвертый. Да почему же неправда? Я всегда помогаю. Вот чтобы отдать голос, позвоните по номеру 8 800 257 02. Я напомню, звонки на оба номера бесплатные. В общем, я уже начала говорить о двух резонансных убийствах. Я думаю, коллеги сейчас запустят видео, чтобы я могла их напомнить. Итак, 23 октября в Орске 42-летний мужчина избил и задушил свою знакомую. После он расчленил тело в ванной, запаковал останки в чемодан и вытащил его на улицу. Все это убийца делал в собственной квартире, в многоквартирном доме. О преступлении стало известно только на следующий день. Дети случайно нашли тот самый чемодан, открыли его. Ну и в общем, после этого началась большая шумиха. Еще раньше, 30 сентября, в Гае погибли три молодые девушки. Их изнасиловал и зарезал другой 42-летний мужчина. Причем одну из жертв он догнал и добил уже на улице. Снова все это зверство было в квартире многоэтажного дома. И знаете, что удивительно? Никто из соседей ничего не слышал. Мои коллеги на следующий день работали в том самом дворе. То есть это вот буквально несколько часов после совершенного преступления. Они спрашивали у жильцов дома. Видели они что-то, слышали. И в общем, вот такие ответы получили. Ночью слышали что-то? Ничего не слышали. А кто жил в этой квартире? Это мы. И что случилось, тоже не знаете? Ничего не знаю, я спала. Ночью какие-то сигналы, крики, что-то слышали? Я где-то в 12 часов, в 12, подъехал. Я завернул здесь, я сюда не приезжал. Ничего не видел, ничего. У меня, собственно, некуда. Работа, церковь, работа, ребенок, парень. Ну вот такие были ответы. Собственно, о том, насколько это часто или наоборот из ряда, вот из ряда вон выходящая история, когда мы не слышим того, что происходит буквально за стенкой. Об этом мы говорим с нашей первой гостьей, доцентом кафедры клинической психологии и психотерапии Оренбургского государственного медицинского университета Ириной Сергеевной Якиманской. Ирина Сергеевна, спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли. И вот вас, как специалиста или, напротив, как обывателя, вообще вот эти две истории шокируют? Понятно, что идет следствие, и мы не можем его оценивать, какие-то версии строить. Но все-таки вот это удивительно или нет, что такое происходит, и люди ничего не слышат? Ну, конечно, шокируют. Смерть всегда шокирует. Это очень сложное событие в жизни, и в любом случае смерть будет шокировать. Но а если обращаться к тому, что людям сложно с этим соприкоснуться, потому что, в общем, я слышу, ваш вопрос касается того, почему мы это не предотвратили, почему не умешались. Почему мы не услышали, да. Почему мы не услышали. Почему мы это не услышали, да. Или, может быть, почему мы не обратили на это внимание. Или, может быть, мы постеснялись признать то, что мы слышали. Ну, несомненно, здесь, конечно, это страх. Очень много страха. И надо учитывать, что сейчас особенная обстановка – это пандемия. И, естественно, общий уровень напряженности очень высокий. И на этом уровне напряженности совершаются, в общем, страшные события, как мы видим у нас в области. И здесь, ну, только сочувствие, глубокое сочувствие этим людям, которые вовлечены вот в эти события. Но в отношении того, как люди реагируют. То есть фактически люди, мы все стали более, как сказать, у нас нервы натянуты, что ли, у всех получается. И мы стараемся максимально закрыться от всего, что происходит вот вне нашей семьи, вне нашей жизни. Так получается? Ну, страх именно так действует. Какая реакция на страх? Либо спрятаться, затаиться. Беги, замри. Совершенно верно. Либо убежать, либо напасть. И поэтому достаточно много различных агрессивных проявлений в настоящее время. Но и здесь вот, возможно, реакция затаится, потому что есть страх, что могут привлечь, могут начать спрашивать, надо быть как-то на виду и что-то говорить. А здесь, ну, что-то страшное творится. Какая самая первая реакция? Спрятаться. Ничего нет. Я в домике. Помните детская реакция такая? Да, да, да. Ну вот опять, если мы уже начали про именно детство. Ведь нас в детстве, ну, многих, я думаю, из нас, учили, что если ты видишь, что кого-то обижают, ты либо должен прийти на помощь, либо позвать помощь, если не можешь помочь сам. Если ты не уверен, если ты сомневаешься, разве это нелогичные действия? Или нас не всех так учат, или мы это забываем, когда мы вырастаем? Ну, здесь еще есть одна очень важная сторона. Это ябедничество. Может быть, в школе помните, да? Случать в России нехорошо после определенного года, да? И получается, эта установка, в общем, она достаточно хорошо работает. А ты пожаловался, ты вот там ябеда, ты еще кто-то. И, возможно, вот эта установка, она как раз и формируется. Но затем у меня все-таки понимание, что основное – это страх. Очень большой страх. И здесь вот фон такой – страх заразиться, страх умереть, страх, что будет очень сильная болезнь. И на фоне этого страха, который все, в общем, отвергают, но он есть реально, и необходимо смотреть в лицо этой опасности, все остальные опасности, они как будто бы в два раза увеличиваются. Вот так. Интересно, что мои коллеги сегодня утром буквально вышли на улицы и спросили у оренбуржцев, да? То есть вопрос очень простой, да? Что вы будете делать, если в соседней квартире услышите какие-то подозрительные звуки? Мы не уточняли, что именно, да? Потому что, наверное, у каждого понятие о подозрительных звуках оно свое, да? И, в общем, ответы-то были, ну как, по-моему, ну, замечательные. Давайте послушаем. Ну, большинство из них. Ну, мои действия, скорее всего, надо вызывать полицию. Ну, если прямо страшно, как бы, бывают же какие-то бытовые ссоры, но если прямо просто крик, то, скорее всего, конечно, вызывать полицию, а лучше до приезда полиции самому предпринять какие-то действия. А какие действия можно предпринять? И не слишком ли это рискованно? Рискованно, но, вы знаете, как говорится, ничего страшного, скорее всего, не произойдет, если это будет очень рискованно. Ну, ничего страшного в плане того, что, ну, у меня лично дома есть перцовка. Я бы, наверное, пошел с ней, как минимум, предпринять что-то такое. Потому что это же сделка с совестью получается. Если вы не предпримете, вы же чуть ли не соучастником становитесь. Что вы, ваша халатность довела человека до смерти, это, как с этим жить-то потом? Тяжело будет самому себе. Потом спать тяжело будет, я думаю. А так, ну, если это просто бытовая ссора, и вы, как бы, не вовремя, можно просто извиниться и сказать, да, все, извините, до свидания, не уйти. Ну, я бы, наверное, позвонила в полицию, сообщила им об этом, что что-то такое происходит. Сама бы не пошла разбираться. В полицию бы позвонила. У меня была ситуация, когда я слышала крики во дворе, и я звонила в полицию. Ну, я думаю, наверное, вызвала полицию. А как вот вы бы определили, просто бы там конфликт или прямо кого-то убивают? Ну, об этом я не могу сказать. Как? Может быть, крики или что-то еще. Конечно, надо среагировать же. Ну, я думаю, постоянные жильцы уже знают, это очередная драма или что-то страшное. То есть, если что-то страшное, звонить, а если что-то не страшное, не звонить или как вы сняли? Ну, я не знаю, у меня нет таких соседей, поэтому я не сталкивалась с этим. Позвонила в полицию, наверное, предупредила, если я услышала бы такие крики. Пойти самому там, попросить, не шуметь или разобраться. Сама я не пойду. Во дворе было, у нас двор общий. Ну, выскакивал, заступался. Я мимо не пройду никогда. Полицию я бы не вызывал. Я им не верю. Ну, наверное, вышел бы, узнал, к примеру, к соседу бы постучался, что там происходит. Ну, если бы так вообще какие-нибудь там прям страшные крики, не просто скандал, а именно вот, тогда бы набирал номер полиции, конечно. То есть, вот практически, да, то есть абсолютно единогласно все ответили, что так или иначе на подозрительные звуки, они будут реагировать. Причем я вижу, что вот у женщин такая реакция больше. То есть я передам полномочия тем, кто, то есть органам как бы правопорядка, а у мужчин такая, может быть, это гендерно, да, вот это я пойду сам там что-то выяснять. Как вам кажется, на практике мы действительно все вот так единодушно кинемся помогать? Или, в общем, мы и себя немножко обманываем, и других тоже? Ну, дело в том, что есть достаточно большое количество исследований психологов, соотношения мнения и поведения. И очень часто расходятся то, что мы говорим, и то, что мы делаем. Ну и здесь, конечно, ну, наверное, самый большой фактор – это ценности человека, насколько ценна для него человеческая жизнь. И с этой точки зрения, морально-нравственные нормы, они могут быть руководством к действию, а могут не быть таким руководством, к сожалению. Вот до эфира вы рассказывали совершенно такой, ну, по-моему, удивительный пример одного из исследований, да? Ну да, там было исследование, когда группе испытуемых предложили сделать доклад о помощи нуждающимся. Причем это задание им давали в одном доме, а доклад надо было делать в другом доме. То есть рядышком прям, да? Да, бежали из одного дома в другой, там на тропинке лежал человек. И вот исследовалось, ну, такой, в общем, достаточно противоречивый с этической точки зрения эксперимент, но все-таки исследовалось, окажут они помощь или не окажут. Ну и выяснилось, что есть факторы, которые мешают оказывать помощь. Самый первый фактор – это спешка. Мне надо быстрее, меня там ждут, пусть кто-нибудь другой. Второй тоже фактор – это толпа. Когда есть кругом много людей и… Пусть не я, да? Да, да, пусть кто-нибудь поможет. Ну и здесь вот все исследования психологов говорят о том, что самый, конечно, важный момент – это ценности, ценность человека. Насколько для нас важен человек, как, ну, личность, да? Не как вот то, что он делает или то, что он мне дал, а именно ценность человека как личности. Ну, это вот, наверное, какой-то базовый факт. Слушайте, а почему все-таки вот есть эта разница между тем, что мы говорим, и тем, что мы делаем? Почему она есть? Как вам кажется? Ну, прямо вы такой сложный вопрос задаете. Да был бы простой, я бы вас не взволоваться кандидатом. Я сразу же, да, вспоминаю множество исследований по психологии лжи, потому что, по идее, получается, если мы говорим не то, что делаем, то мы лжем. Я же не думаю, что это осознанная, ну, то есть осознанная такая ложь. Ну, как правило, тоже достаточно много факторов. Это выгодно так сказать, да? Или, например, я вот уверен, что я именно так поступлю, но тут вот обстоятельства, и есть определенные эмоции, которые человек переживает, и он совершенно по-другому поступает. Поэтому здесь, конечно, сложно сказать, почему расходятся. Но расходятся – это факт, есть много манипуляций, есть много лжи в обществе. Это так. Вот как раз вы уже начали говорить, что все исследования вот такого рода, да, опять же, до эфира, многие из них, они как раз западные, да, и многие из них в профессиональном сообществе считаются не очень этичными, да? Почему не очень этичными? Потому что людей не предупреждают, что я тебя буду исследовать или как? Да, да, это вот основной момент нарушения этики. То есть очень важно, чтобы человек знал, что, как будет проходить. Ну, и, соответственно, исходя из этого, как-то поступал. Ну, а здесь вот, видите, мы с чем сталкиваемся? Что у нас очень неожиданная ситуация. И человек принимает решения совершенно не раздумывая, чаще всего основываясь на каких-то эмоциях, представлениях весьма таких стереотипных. Потому что сложно творчески воспринимать критическую ситуацию. Ну, как факт. Ну, вот если мы уже начали об этичном и не очень этичном, мои коллеги Станислав Доминов, Вячеслав Кампо и наша замечательная помощница Екатерина Первичко, вот большой ей привет от нас, провели, в общем, не очень этичный эксперимент, но такой для нас достаточно показательный. То есть мы решили проверить, а вообще как люди реагируют на то, что происходит вот рядом. На самом деле не говорят, а реагируют. Скажу сразу, что вы сейчас видите сюжет, то есть это выжимка, это нарезка из как бы того, что было. Понятно, что она будет очень короткой, очень лаконичной, да, и что, в общем, эксперимент сам нашлился несколько часов. И, в общем, вот что из этого вышло, я потом попрошу Ирину Сергеевну прокомментировать. Новый микрорайон. Здесь много домов, и почти все они населены молодыми семьями с детьми. Такие люди ценят четкий сон и должны остро реагировать на подозрительные звуки. Так ли это? Давайте проверим. Для эксперимента выбираем квартиру на 11 этаже. Так что по бокам, снизу и сверху везде живут люди. Время тоже самое подходящее. На часах 18.30. Все жильцы уже должны были вернуться с работы. Сейчас наша задача разыграть бытовой конфликт. По легенде, я буду отыгрывать роль мужчины-тираны, а моя напарница Екатерина будет жертвой. Небольшая подготовка. Берем реквизит, чтобы создать шум, и обговариваем последние штрихи будущего спектакля. Представление начинается. Блин, что ты каждый вечер мне голову ебал? Ты что орешь, не бля, каждый вечер? Короткая словесная перепалка в рамках представления быстро перерастает в прямые угрозы и насилие. Ай! Ай! Напусти! После имитации скандала и драки мы с Екатериной Затихаемой начинаем ждать. По логике, соседи, которые, как мы видели и слышали, уже вернулись с работы, должны были прекрасно понимать и то, что происходит у нас, так как шумоизоляция в новостройках оставляет желать лучшего. После нашего импровизированного конфликта прошло примерно полчаса. Никто из соседей на помощь псевдожертве так и не пришел. Но мы останемся в квартире еще, наверное, минут 30-40. Может быть, все-таки кто-то вызвал полицию, и она пока в дороге. Подождем. Но ни через 30 минут, ни через час ситуация не изменилась. Через тонкие стены доносятся звуки беседы в соседней квартире. Парадокс. Мы отчетливо слышим, как люди спокойно обсуждают свои дела, а они не смогли или не захотели уловить крики и стоны в нашей квартире. На самом деле страшно осознавать, что если бы это была реальная ситуация, и действительно там пару ударов головой о батарею вполне могли бы стать для меня последними в этой жизни, и при этом никто никак не отреагировал. В общей сложности в квартире мы провели почти два часа. После этого с большими сумками с аппаратурой, в которых запросто мог бы поместиться человек, покинули жилье, так и не вызвав подозрения у соседей. Ну, то есть я еще раз напомню, да, что мы видели сюжет, то есть это все-таки выжимка, да, то есть это такой очень сокращенный вариант, буду говорить сразу, конечно, наша героиня не употребляла фраз вроде «убивают», «режут», то есть это она не кричала, то есть был вот конфликт, был крик, вот. Вот. Но, в принципе, это же все равно странно. Ну, то есть странно, я понимаю эмоции Кати. Я-то думала, что хотя бы там соседи, хотя бы в дверь там стукнут, что там, ребят, да заткнитесь вы уже, ну, простите за мой русский. А ничего. Для вас это странно или нет? Ну, вы провокаторы прямо. Да, конечно. А я сразу говорила, что это будет неэтично. Да. Провокаторы, которые очень хорошо проявили большую проблему общества. Действительно, сейчас достаточно большое количество семей, в которых практикуется насилие. Это факт. И получается, что дети растут в обстановке, наблюдая за тем, как родители практикуют насилие. Видов же насилия очень много. То есть фактически соседи могли даже подумать, что вообще это там норма жизни, в общем, целом и все путем. Кто-то орет, кто-то кого-то ударил, что-то перевернули, да, не трогай меня. Ну, вы, наверное, знаете, что вообще есть закон о декриминализации насилия в семье, и там смягчено наказание. Но факт остается фактом. Это, наверное, еще очень длительная работа всех, всего государства, как-то помочь уменьшить насилие в семье. Вопрос, наверное, такой, да? То есть, Ирина Сергеевна, вот есть ли какие-то фразы, то есть если кто-то, не дай бог, оказывается на месте, так скажем, условной жертвы, не условной жертвы, да, мы вынуждены прерваться буквально на одну минуту, после вернемся в студию и поговорим уже с сотрудниками правоохранительных органов, которые расскажут нам, как действительно стоит себя вести, если происходит что-то действительно опасное, а не постановочное, как можно привлечь к себе внимание соседей, и не только соседей, ну и вообще в каких случаях стоит, а в каких случаях не стоит обращаться за помощью. Не переключайтесь. Мы снова в студии «Обратной связи». Я напомню, мы работаем в прямом эфире, и сегодня мы обсуждаем, а готовы мы или нет прийти на помощь, если с нашим ближним, с нашими соседями, с теми, кто рядом, происходит что-то, возможно, плохое. Я напомню, что в самом начале эфира мы запустили опрос, мы спрашиваем вашего мнения, а почему мы не приходим на помощь, не пытаемся помочь. Варианты ответов вы сейчас видите на своих экранах, до конца эфира это голосование будет идти, в конце мы подведем итоги, ну и, в общем, поговорим. За время короткой паузы в нашей студии к нам присоединились новые гости. Рядом со мной Андрей Алексеевич Агафонов, начальник отдела участковых, уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД «Россия Оренбургская», и Дмитрий Викторович Чердинцев, начальник дежурной части МВД «Россия Оренбургская». Спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли и, в общем, согласились с нами обо всем этом поговорить. Дмитрий Викторович, вопрос, наверное, первый к вам. А вообще, насколько часто оренбуржцы действительно звонят и сообщают о том, что им кажется, что они что-то видят или слышат, ну, подозрительное, в самом широком понимании этого слова? Ну, часто, на самом деле, звонят, и много звонят. Много, допустим, какие-то события происходят. Дмитрий Викторович, простите, я вас прерву, коллеги подсказывают, у нас есть звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот в том дворе, ну, недалеко от этого двора живу. Какого именно? Ну, вот молодежный... Ага, да-да-да, который был в нашем сюжете. Да, да-да-да. Вот все спрашивают, никто не слышал, никто не видел. Это, конечно, люди боятся, в первую очередь. А во-вторых, там в том дворе живут в основном пожарные люди, очень многие. И вот эти бабки, бабушки, это голос Гая, совесть Гая, можно сказать. Надо потихонечку одиночеству попросить у них, что кто может быть вот так, ни на телевидении, ни без микрофона, просто опросить их. Обязательно кто-нибудь. Думаете, они могут слышать, но не говорить, да? Вы об этом сейчас? Да-да-да. Спасибо огромное. Потому что в этом дворе вот эти бабушки, они все знают, все видят. Интересная позиция. Спасибо огромное вам за ваш звонок, за ваше мнение. Понятно, что гости наши это прокомментировать, конечно, не смогут. Ну, то есть... Так все-таки, да? То есть вот насколько часто все-таки оренбургцы звонят? Ну, часто, не часто, это субъективный достаточно термин, как часто, когда они звонят. Мы же не можем оценить, когда они звонят. Вообще, звонков достаточно много повторяющихся. Ну, можно оценить. Это одно событие. Допустим, драку мы видим на улице, и позвонил только человек, который непосредственно там является участником этого конфликта, или многие какие-то люди, прохожие, увидели и позвонили. То есть, как показывает практика, достаточно много звонков поступает людей, которые просто равнодушны, ну, неравнодушны, не проявляют равнодушие. Да, как говорил вот человек в сюжете, не мирит своей совестью до этого, которое говорил парень. Ну, вот, в принципе, ответ. Ну, на мой взгляд, что достаточно много неравнодушных, и не только звонят, а и не проявляют, но это моя субъективная точка зрения, которую я... А есть какое-то вот количество, да, вот, допустим, именно в ваш отдел, да, сколько звонков с сообщениями поступает, ну, я не знаю, за сутки, за неделю, за месяц? Много, очень много звонков. Ну, они исчисляются. Вот цифра объективная. В день каждое отдело они сотнями исчисляются, то есть по городу это тысячи звонков, которые на каждой обрабатываются и какие-то решения принимаются. То есть большое количество звонков, но здесь если разговаривать в рамках темы о том, что неравнодушие, неравнодушие, или звонить, вообще не звонить, то однозначно здесь в экстремной ситуации нужно звонить. Вот, кстати, да, вот как отличить экстренную от неэкстренной, да, то есть вот есть какой-то, ну, я не знаю, вот, я не знаю, примерьте на себя, что ли, да, то есть что вы должны увидеть или услышать, чтобы позвонить в полицию? Ну, экстренный или неэкстренный достаточно просто. Если я неделю назад потерял паспорт и решил об этом обратиться, это неэкстренная ситуация, можно... А даже по такому поводу звонить? Ну, звонков очень разных много, и много звонков такие, которые вообще не относятся к компетенциям полиции, или там кто-то хочет проконсультироваться по какому-то вопросу, тоже, ну, не надо в экстренной службе. Допустим, допустим, в 02 это телефон экстренного, вызова полиции, вы звоните, когда туда... Вы занимаете линию, возможно, к какому-то другому человеку, необходимый... Не про паспорт, в общем и целом, туда, мягко говоря. А когда вы видите, что происходит, что-то конкретно сейчас, и конкретно сейчас требуется помощь, ну, конечно, это экстренно, ну, мне кажется, здесь все понятно. была вот у нашей гости версия, что... Ну, и у нас в, так скажем, голосовании она есть, да, что люди не сообщают о чем-то, потому что там боятся, потому что не понимают, как это работает, да. Вот как это работает? То есть, если я вдруг на улице вижу драку и позвоню по номеру там, 02, да, что дальше будет происходить с этим звонком? Ну, дальше его запишут. Здесь человеку установят данные, и все, то есть, анонимные, чтобы не было сообщения, некоторые могут быть. Ну, вот я тоже примерял ситуацию, думал, в рамках вот темы, получается. Здесь не надо бояться говорить свои данные, то есть, в любом случае после этого сообщение будет обработано и какая, ну, прибудет свяжется человеком, прибудет полиция на место и разберется ситуация. Даже если это будет два-три вызовы, это ничего страшного в этом. То есть, лучше больше вот в таких случаях? В экстренные службы. Вообще, вся наша работа основная цель для того, чтобы помогать. Ну, как бы, мне кажется, да и даже при чем здесь работа, здесь вообще общечеловеческие ценности, как бы, и большинство, ну, мне кажется, тоже не пройдут людей. я не знаю, что там с вашим экспериментом, может, там тихо они говорили или не это. Ну, моя жизнь и практика и в городе Оренбурге, я с вами вместе живу, говорит об обратном. То есть, что все-таки чаще сообщают, да? Либо есть огромное количество сообщений, которые вы не получили, как вариант, да? То есть, большое количество фактов, о которых не сообщили. Вот опять, да, насколько, если мы говорим, что сообщение не может быть анонимным, да, то есть, что если я набираю номер экстренной службы, я должна буду назвать фамилиями отчества, мои контактные данные какие-то, да, но ведь дальше, в общем, это никак не повлияет на мою жизнь, правильно? То есть, со мной пообщаются, меня просят. Совесть будет чистая дальше, все, вот таким образом повлияет. Коллеги подсказывают, что у нас снова есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Что-то я, телевизор просто, давайте я выключу. Да, вот если можно, выключите, пожалуйста, телевизор, и мы вас слушаем. Да, да. Через телефонную трубочку. Вот у меня тоже вопрос. Вот у меня вот соседка, она прям очень громко иногда разговаривает, и вот я не понимаю, как себя вести. Стоит вызывать полицию или не вызывать? А вам мешает шум, или вы волнуетесь за ее жизнь? Я в большей степени волнуетесь за ее жизнь. Почему именно? То есть там какие-то звуки, которые вот вас... Я просто кричу. Вот что мне делать в этом случае? Почему у вас возникает сомнение не звонить? Ну, потому что, наверное, ну, не знаю, даже если... Вы сами ответите на свой вопрос. Конечно, звонить однозначно. Звонить однозначно? Конечно. Ну, вы же и приедете, я понимаю, что вы приедете, а там получается, что ничего нет. Ну, вот это яркий пример, скажем так. Спасибо вам большое за ваш звонок. И в Орске, что, как бы, это самое... Конечно же, нам важна позиция любого гражданина, любого жителя. И это вполне понятно. А как иначе мы можем об этом узнать? Это же естественно. Вот, опять же, по вашему, наверное, профилю, Андрей Алексеевич, вот, вы, так скажем, ваша служба получает информацию уже позже, да, то есть, ну, то есть, не самые экстренные случаи, да, там, какие-то, если я правильно понимаю, сообщения о, там, правонарушениях, с которыми, ну, нужно будет поработать впоследствии. Ну, давайте я коротенько вообще веду основные задачи, стоящие при службе участковых уполномоченных. Самая главная задача, значит, это профилактика преступлений и правонарушений на закрепленном административном участке. Соответственно, способов получения информации у нас существует масса, и в том числе проведение профилактического обхода, в ходе которого мы как раз и должны, понимаете, получать эту информацию о лицах, представляющих для нас интерес и ведущих антиобщественный образ жизни. Это основная форма профилактики, которая предусмотрена, скажем так, действующим законодательством. Ну, вот на вашей памяти насколько много действительно преступлений было раскрыто именно за счет того, что люди вовремя сообщили, да, может быть, есть какие-то примеры? Ну, конечно, количественные показатели здесь приводить, я думаю, некорректно, потому что мы не можем оценивать другую сторону, сколько мы в это время не зафиксировали, да, но будем называть это, скажем так, бытовой преступностью, на настоящий момент у нас уже, опять же, не называя цифр в районе полутысячи совершено, ну, если за текущий период, и, как правило, это все преступления латентные, которые мы выявили как раз благодаря сообщениям и вниманию, и внимательным гражданам, конечно же, и соседям. Ну, вот, может быть, на вашей памяти были какие-то, так скажем, примеры, когда вовремя поступившие сообщения позволили... Да, их масса, на самом деле, примеров, если мы говорим о сообщениях, когда сторонний человек делает сообщения, что-то видит, да, ну, по поводу драк, которые происходят, ну, событиями, там, каких-то, очень много, часто, когда несколько сообщений приходят от других людей, есть вообще, когда, то есть, принимают активное участие в задержании, то есть, ну, граждане, там, не то, что он сообщил о том, что там кто-то бежит, и там что-то происходит, то есть, помог задержать как-то там правонарушителей. Даже такое есть, хотя дело, наверное, рисковое. У нас была буквально одна минута, чтобы подвести итоги нашего голосования. Честно говоря, они меня очень удивили. Мы спрашивали, почему мы не приходим на помощь другим людям. Два процента ответили, что, в общем, их другие люди не волнуют совершенно. 8 процентов, то есть, по 8 ответили, что можно ошибиться, или, что, напротив, они все-таки помогают. И вот 82 процента ответили, что вмешиваться страшно. Как, по-вашему, это вот какой-то объективный показатель? То есть, действительно боимся лезть туда, куда не просим? На самом деле, конечно, результаты интересные, но я думаю, прокомментировать может предыдущий участник. Но для вас, как для... сотрудников. Ну, опять же, понимаете, мы оцениваем, скажем так, наше взаимодействие с населением со своей стороны. Ну, конечно. То есть, оценивая это население, мы не понимаем, какое количество мы не охватили. Поэтому я все-таки со своей точки зрения на своем опыте, все-таки я считаю, что люди у нас более отзывчивые, чем нет. Это однозначно. Опять, да, то есть, я думаю, что вот во время нашего эфира мы еще раз показали, что если вы видите и слышите что-то действительно пугающее, не нужно бояться, не нужно сомневаться, а нужно вызвать экстренные службы. Правильно же я понимаю? В конце концов, от этого и зависит безопасность нашего общества. Спасибо вам огромное, что вы нашли время, пришли в эту студию. И напомню, вы смотрели обратную связь, мы работали в прямом эфире. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова